В общем, ну, позвольте мне, да? Можно я сидя буду, да? Ну, мне кажется, что все мы уже понимаем, что целью сегодняшней встречи является не какая-то конкретика написания плана выхода из нашего кризиса, а мы, в общем-то, к слову, не в начале пути кризиса, мы очень уже глубоко дошли в кризис, я об этом тоже скажу, а то, что мы все здесь осознали это и унесли отсюда, скажем так, с собой, это озабоченность, в первую очередь, озабоченность. И осмысливали все и доносили это до всей нашей области. Мы же общения имеем очень широкие. Вы в своей пасечной среде, мы тоже должны быть озабочены, и мы уже давно-давно озабочены, как сделать так, чтобы сделать свой бизнес более рентабельным. Выход только один. Мы не можем формировать рынок на сегодняшний день. Не можем, мы не в силах, потому что кроме нас еще, вот, Виктор, очень хорошую презентацию сделал встали. Вы видите, как представлен рынок очень широко. И мы в очень тяжелом положении. Нам очень сложно конкурировать. Да, наверное, нужно признать экспортерам, что мы на протяжении последних двух лет, наверное, немножко отступили. Могли бы, наверное, где-то выдержать более другую цену. Ну, поверьте, это был большой риск. Секундочку. Секундочку. Я сам себе хлопаю, а потом подумаю, оказывается, хлопать-то нечему. Вы знаете, был очень большой риск. Ведь всегда, когда принимаешь такие решения в переговорах, особенно когда торгуешься, понимаете, всегда нужно положить на две чаши весов, остаться в рынке с определенным объемом, или перегнешь палку, эти объемы уйдут. Вы знаете, этот рынок сформирован очень давно, и мы в нем новички. Да, конечно, есть компании, как Бартнинг, они уже умеют общаться с этим рынком там 10 лет. Ну, поверьте, 15-е ранее. Эти фирмы существуют по 80 лет. Они четко знают, что происходит, то, что предлагает, какая цена. Поэтому, это вопрос такой риторический. Могли мы отстоять ту цену, которая была год назад, или не могли? Да, как факт нужно принять, мы ее не отстояли. Вот задавали вопрос, а как был прошлый год, зарабатывали или нет? Вы знаете, по году нет, не заработали. Но в начале года сезона зарабатывали. Ведь в самом деле, если посмотреть цены, они открыты, пожалуйста, смотрите, информация есть. То есть, то, что мы заработали экспортеры осенью, мы все проиграли зиму, весна и лето. И вошли в этот год, а начало года у нас тоже нулевое. Вы понимаете, все мы озабочены, как выйти из этого кризиса. Мы не вначале, еще раз повторяю, о глубоком кризисе сейчас находимся, о глубочайшем. Если мы, знаете как, пускай это озабоченность, каждого заставит задуматься. Пасечника на своем уровне, как сделать так, чтобы все-таки умудриться быть рентабельным, но иметь реальную цену, которую мы сможем продвинуть за рубеж. Не нам продать, не называйте это продажа, цена меда своего продукта нам, экспортерам. Мы продаем наш мед украинский на очень конкурентный рынок за рубежом. Вот задача общая наша. Значит, сколько мы выдержим так? Я не знаю. Вот я как собственник компании говорю, мне очень тяжело. Очень тяжело. Во-первых, уже невозможно при этой ситуации привлекать кредитные средства. Они бессмысленны. Они эти кредитные средства добавляют убыток работы. Понимаете? Я вас слушал очень внимательно. И я как бы не сижу где-то там на облаках, ежедневно общаюсь с пасечниками. У нас у самих пасека есть на предприятии. Мы понимаем, что это такое. Понимаете? Как бы ни было, давайте считать, не накручивая друг перед другом какие-то цифры. Мы свои затраты, вы свои затраты. Не ужмемся, проиграем. Вернемся вот на те 15 тысяч. Вы представляете, а кто считал затраты? Знаете, как мы считаем? Я вам очень просто отвечу на ваш вопрос. Как мы считаем? Приходит мед, а лаборатория горит. Александр Иванович, не могу взять. Завлав говорит. А почему вы не можете взять? Да ему уже года два. Во-первых, там HMF не в норме. Там брожение уже пошло. Мы этот мед не можем продать даже за 5 копеек. Понимаете? Вот эти остатки неощутимые. Неощутимые. Реальные. Мы возвращаем и понимаем, что же теперь пасечник будет с этим делать. А ничего. Это сумасшедший убыток. И мы эту петлю на себя затягиваем дальше. Понимаете? Вот в такую игру мы сейчас играем. Это правда. Что мы с нашей стороны должны делать? Вот в первую очередь. Не говорите, сделайте вы что-то. Я со стороны экспортера говорю. Мы, экспортеры, должны, конечно же, отстаивать более высокую цену. Это понятно. Мы будем делать, как на Гамсомольском собрании. Конечно, мы заинтересованы в этом. И дело не в том, что я вам пообещаю, что там что-то будет. Это наш общий интерес. Мы пытаемся делать максимум возможного. Максимум возможного. Но, поверьте, переговоры настолько жестко идут. Настолько. Даже иногда не хочется самому себе пересказывать это, прокручивать. Потому что иногда кажется, что в самом деле мы, наверное, не знаю, то ли слабые переговорчики, то ли настолько конкурентен мир. Скорее всего, именно так. Настолько конкурентен мир, господа. Меня бы меняли, Александр Иванович. Вы бедите. Ой, да я предполагаю. Меня не выгоняют, потому что я не довожу до остроты, до того стиля общения. Я понимаю, знаешь, это как выйти на неравный бой и пытаться выставить все равные. Конечно, нужно иметь честь, достоинство. Ну, в общем-то, скажем так, здесь представлены компании, которые достойно представляют Украину. И, собственно, вот эти показатели, которые были до этого кризиса, это большой вклад, наверное, мы внесли в какой-то степени, в какой-то степени. Без вас бы ничего не было. Это понятно. Вы основа. Вы производите. Ну, формулы не дам конкретно. Сейчас, кроме общей, такой заболеванной, знаете, если спросите, а какая сегодня должна быть цена? Я думаю, цену не нужно сейчас называть. Нужно сначала поехать домой всем и осмыслить. Подумать, что нужно закрутить гаечки везде. Да, вот раньше было лучше. Да, вот в прошлый год натворили глупости. А ведь покупали дороже и так далее и тому подобное. Нужно забыть то, что было. Признаю, это была ошибка экспортеров. Это гонка, ребята. Вот я откровенно вам говорю. Необдуманные, ошибочные действия. Поднятие цены до 50 гривен. Ничем не обоснованные, кроме как большое количество экспортеров. Ну, мне нужно контракт и так далее и тому подобное. То есть, это последствия обычной конкуренции, необдуманной, скажем так. Эти цены нереальны. Нереальны. Поэтому нужно это понять нам всем. И унести отсюда глубокую озабоченность домой. И думать, как усовершенствовать свое производство. Делать его каждое свое на таком рентабельное. Только лишь тогда мы станем в начало, наверное, выхода из кризиса. А сколько он будет длиться, я... Созрешите ремарочку. Ремарочку. Иван Фабро. Пчеловод. Смотрите, на сегодняшний день, ну и пчеловоды, ну, пчеловоды не глупые. Все прекрасно понимают, что все хотят заработать. И экспортеры в том числе. Но проблема на сегодняшний день состоит именно в том, что у пчеловоды нету доверия к экспортерам. Почему? Потому что вот эти игры с ценами, то есть пчеловоды видят, что стала, была цена там 28, через 2 недели 40. И поэтому на сегодняшний день многие не сдают. Многие не считают себестоимостью. Многие пчеловоды не знают себестоимости своей меда. Они сдают, им выгодно будет и по 30 кому-то, кому-то по 28. Но проблема в том, что нет доверия. Почему было 28, через 2 недели 40? Откуда такой скачок был? Объясните, что это было? Вот из-за этого пчеловоды сегодня не сдают, я сам не сдаю, большой тоннаж в бочках стоит. Лишь по той причине, что... А вдруг это опять какой-то, извините за жаргон, разводняк, и может через 2 недели будет 45. Ну, образно. Понимаете? Должна быть какая-то стабильность. Когда пчеловод будет знать, что 40, значит 40 будет через 3 месяца. И он сдаст. Я не сдаю по той причине, что я надеюсь, что где-то она вырастет. Но я тоже прекрасно понимаю, что все хотят заработать, логистика, все это деньги. То есть, ну, смысл, вы поняли, да? Мне его адресу. Ну, в принципе, экспортерам, могу и вам. На ваш вопрос, попытайся. Значит, лично мне в начале сезона очень сложно было заставить себя составить контракты в ноль. Я как-то надеялся вести бизнес рентабельно. А вот та цифра, 28, она, или 27, 27, 28, она была как бы обусловлена тем, что хотел тогда внешний рынок. Посчитали экономику, понимали, что цена будет подниматься. Это всегда там. И вот и планируешь. Весь осень как-то отработаешь с прибылью, потом пойдешь минусовать в ноль, и вот как-то рентабельно. А сейчас, почему подняли вот такую цену, 40 последняя была максимальная ценка, назовем так, да? 40. Эта цена не дает мне прибыль. Но я обязан остаться в рынке. Если я на сегодняшний день не останусь в рынке, в него зайдут, я извиняюсь, в лучшем случае мои конкуренты, вот сидящие здесь, в худшем случае аргентинцы, индийцы и так далее, два раза в воду я уже не зайду. У меня опыт имеется с европейцами, когда я был просто, ну если хотите, я вам расскажу. Работа с одной компанией прервалась потому, что я отдал предпочтение более выгодному контракту в Америку. Америка потом отказалась. Я к этому назад возвращался три года. Три года возвращался, ну в общем-то зашел. Но я знаю просто этот путь, что стоит потерять контракт, ты выпадаешь из рынка. Мы никто там, понимаете, ну в каком смысле, я извиняюсь. То есть мы партнеры, и очень важно, они ценят надежность, вот что я хотел сказать, извиняюсь, надежность и постоянство. Как только ты не соответствующий этим критериям, тебя вычеркивают, и тогда забывают надолго. Дозвольте, пока не забудусь о вашем союзе. Ярослав, я хочу что-то дополнить, Ярослав. Я бы более... Стосовно цин, которые были высокие. Сколько нам давала Европа, сколько мы давали вам. Европа, она же права, скажешь, нам давали 2 евро, мы делили бы это 2 дня. Когда мы пошли давать 1,5 евро, вы пошли, мы тоже делим это 2 дня. Но, не мать уже делить. Просто надо прозрачно сделать все. Доверие будет, и все будет. Я хотел бы нагадать эту слова, что вы сказали, что тут, в Украине, значит, экспортеры спрацювали, скажем, против самих, один попереду другого, накручивая цену, якобы... Я говорю, не должен его. Так, да. То вы скажите уже и другую часть, что так же само экспортеры спрацювали и за границей, только там працюючи в зворотном регрессии. И сегодня мы имеем этот результат. Вы знаете... Я закончу. Киевская областная спілка пасечников еще рік тому перед нашим керевництвом у спілці ставила таке питание. Запровадить традицию щоречных зібрань активов спілки пасечников и активов на ассоциации экспортеров. Один раз чи два на рік собираться за таким круглым столом и говорить, чтобы не получалось так, что экспортеры еще пасечники мед не выросли, а они уже ему там цину склали, сходя из своего маржи там и так далее. Понимаете? Ну что можно было ожидать? Вы взрослый человек. Вы это понимаете. Ну да. Вот имеем, что имеем. Да. Это реальность жизни нашей. Вот так вот мы пришли. Давайте ищем урок. Ясно. Да. Стосовно зустрічей для того, чтобы угоджувати цину. Не только цину, а и правила. Правила игры. Так чтобы мы могли на увазе, что европейцы заключают контракты на сезон на початку травня месяца. А мы вообще не заключаем. Да. Но вы готовы в травмном месяце продать сегменты, которые выросли в сервере? Готовы. Да. И чему назвать готовы? И объемы? Газарду валюты. Будь ласка. Да. Объемы нет. Объемы нет. А вы минимумы не имеете? А я скажу, может, я вам... Как вы смеете? Нет, Володя. Извините, Володя. Да. Мне вот ваша камера мешает. Можно? Чему? Ну как вы? Можете секунду? Менечко мешает. Менечко мешает. Как я скажу, есть цена, она будет нам всем неприятна, мы уже все приблизно знаем, вот есть цена. За эту цену должны как-то выжить пасечники и экспортеры. Так. Что я могу заработать? У нас максимум, если заготовить, я отверто для твоей пасечки, ну я еще маю работу, я незалежно для тебя в этой сфере, но я говорю, что те люди, которые теперь пасечники занимают, им нужно сделать высшую маршу, выжать из этого контракта, и экспортерам тоже нужно выжать из этого контракта. Что есть? Той самый медбошь, скажем. Ни-який глобальный, если пасечник великий, скажем, ну 100-300 в улиц, они скачают 10-20, ну який посередник мае место, в принципе. Если часть экспортеров, скажем, для того, чтобы доставить, вот я оставил криклад недавно, пасечник 20 тонн, видео снимал, как он погрузил, зарез, ніяких проблем абсолютно, пасечник готовы взяти на себя ответственность навіть, завезти на экспортер, при ньому пломбовать эти бочки, скажем, навіть готовы заключить договоры. Пожалуйста, это все работает, что вы нового скажете? Нет, я ничего нового не скажу, но... Да, пожалуйста. Каждый день напрямую разговариваем с такими пасечниками. Мы ж не загоняем, мы ж не говорим, нет, берите в заготовитель. Слушайте, статистика такова, что 70% не такие пасечники дают объемы экспорта. Мелкие? Это просто вынуждены, и мы вынуждены, и дай Бог, что так сложилось, этот сервис просто необходим в этой цепочке. А большие пасечники, то какая проблема, они напрямую на вы продают. Ну... Их 10% не такие. Ну, напрямую продают. Можем варто спільно створювать эту категорию, заходуюченьше працювати, да? Більше оцей прасовы требует, чтобы заходить в яжках сразу, и они гуртуют и так далее, и так далее. Вот для цього поки шо, ну, оно началось, началось, да? Почали, молодые пасечники переходят на яжку, 6-миловейше, больше там еще пасеки. Но треба его... Можем 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 его... Что вы нашли контракт, да? А фактично в этой ситуации классичники ставят партнерами, ну, партнерами по продажу, да? В твердой валюте, да? В твердой валюте, да? Вон знает, что... Например, вы говорите, да? Что? Тормуется... Объем, вы говорите... Коли? Умовно... Есть спилка, умовно, да? Есть спилка. Я знаю, что... Такий минимум... У меня точно... Я не думаю, что эта тема... Сейчас в всей Рабаде слушать такую... Какую-то конкретную... Тришку бизнесовую. Она имеет место быть. Ну, это... Это... Не, я... Никто не говорит про то, что... Дайте зараз своему пропозицию. Нет. Я просто говорю про то, что идея зараз летает внутри... Не частный случай. Давайте обращайтесь. Нет. Я лично в такую рисковую зону никого с собой не зову. Привык рисковать сам. Нет. А вот неправильно. Вот неправильно. Вот неправильно. Дивите. Я просто объясню, что... Когда будет нормальная ситуация, что фактично пасечник стает партнером, да? Стойте. Вы показываете, что я, честно, заробляю столько, то... Такой риск вот такой может быть, потому что там по контракту там три месяца ты не отримаешь кошти и так далее, так далее. Вот. Зато однозначно будет не закупивальна цена та карта, а будет выше. Ну и риск выше, правильно? И частина пасечники скажет, а я хочу зайти в эту опцию. Понимаете? Нет. А я буду успешно. Вимодим проекти, потягом все иначе. Да. В Днепропетровщине. Дайте слово, слово, я напросил. Александр Геннарович, Николаевский област. Я по поводу семей, я оформляюте правильный. Я обшую по руками и ногами за. Чего? Потому что я знаю, как мне працювать, на який меню мед сделать, как это. На что мне поставить. То есть, возможно, мне на сегодняшний большой пасечник не так. Лучше я поеду здесь на допиление поставлю. И я к тому лучше приду. То есть, как бы я знал, например, какая цена формуется в травм месяце, я бы не хочу уже формувати. По поводу, например, я так же. Я заказал машину, завез, сдав и уже все гарно. По таре, то понятно, что мы должны подгасовывать, чтобы все было все выгодно. И мы на этой таре оборотней, мы экономили кошти, и у меня не было ни хранения, все. Вас не мают проблем, у вас идет абсолютно новая кара, все. Я несу прямую ответственность за свою продукцию. Да, если здесь что-то накосячилось, то именно с вини пасечника, потому что у меня посвященная идея, у меня рядом может пасечка стоять. У меня аграрный шестинец, фунгицидный киск, у меня может показать антибиотику. Мы должны проводить этот диалог. Я бы хотел бы предложить, например, чтобы у вас крепкие лаборатории, чтобы провести диалог с пасечниками. Рождественные дни. Это можно, это не можно. Пасечники неграмотные, силою загоняют их в спилки, которые, например, говорят, не хотят идти. Я хочу за выступление, огромное спасибо, потому что ряд вещей вы говорили тех, которые мне хотелось сказать, но со стороны экспатера это было бы неправильно. с точки зрения то, что пасечники это понимают на сегодняшний день. В отношении в целом расходиться, о чем-то подумать, ну разойдемся и подумаем, и я думаю, что ничего от этого не будет. Хотя бы какие-то там тезисные ключевые вещи, мы понимаем компетенции, культура производства, технологии нужны. Культура ведения бизнеса в отношении того, чтобы спросили ли вы у пасечника. Нет, мы не спросили, потому что вот сидит пасечник, я прихожу к нему и говорю, Вадим, нам дают 1,6. Ты мне по 1,3 дашь? Вадим говорит, нет, и вы правы. Иди требуй больше. Вадим, я уже там до последней капликовой отвоевал, я уже не могу, я ухожу. То есть можно было бы такие бы диалоги. В отношении формирования цены там в мае месяце на год под картинной контракте, да. Но не все, потому что сезон, мы же понимаем, он может быть с высокой ценой, с низкой ценой. Если мы вообще посмотрим историю за последние 15-12 лет продажные цены, то мы увидим до доллара, достижение цены, я говорю в обычный мёд, достижение до 4,5 долларов, и сейчас мы находимся в районе 1,8 долларов. Но начинали с 90 центов, поднялись до 4,5 долларов, и сейчас мы... Лет за 10-15, да? Да, да, да. И, да, откуда это берётся? То есть не было там локации, не было альтернативы и тому подобное. То есть это совокусственность многих факторов, ребята. И просто мы сейчас говорим о том, что, да, формирование каких-то какого-то планодействий. В отношении экспортера, в отношении вообще вся наша цепочка, это пока что мы ещё по государству не говорим, вся наша цепочка там производственная, ценообразовывающая, в каждом изменении необходимо работать. И экспортеру есть ещё над чем поработать. Поверьте, экспортер работает 24 часа в сутки над ценой. Экспортер работает 24 часа в сутки над теми локациями, куда продавать. И экспортер тоже так же думает о своих издержках. А к заготовителю необходимо подумать, к пластичку необходимо подумать. В отношении материалов. Вы понимаете, ну я имею ввиду информационных, что покупать, что покупать, как следить. Мы с 2015 года эффективно в этом бизнесе, да, и мы в 2015 году напечатали очень много материалов, которые раздавали, листовки, которые потом мы в конечном сроке смотрим, а они не настребованы. Может быть сегодня они могут быть настребованы, понимаете? Та система, координат, которую мы должны там и себе задавать в отношении качества, в отношении себестоимости и тому подобное, я думаю, что может быть сегодня она будет потребована. Потому что из тех, сколько мы считаем, 50 тысяч тонн, которые будут оставаться, ну, наверное, уже будем прески полувыбирать. На сегодняшний день заготовители и все ощутили, что антибиотик даже по низким цене не так легко издать. В отношении инструментов, в данном случае, у нас есть как будто мы можем набросать какие-то аспекты, разделить там зоны деятельности и быть постоянно в контакте. Завершение вот в пластичниках, экспортерах и тому подобное, знаете как, это сотку. То есть на сегодняшний день есть проблематичные, скажем так, экспортеры, либо же у них определенные там свои цели, задачи, но сегодня на сегодня все, дальше их не волнует ничего. Точно так же есть и у пасечника. Ну, что ты будешь не указывать, чем не лечить? Он должен понимать, либо он вот этими препаратами лечит, либо он такой подход имеет, и он имеет возможность сдать, либо же не имеет возможность сдать. И на сегодняшний день... Один скользкий вопрос. Ну, среди пчелорона в пасечниках уходит такой разговор, что, допустим, в Молдавии, в России там совсем другое, что, допустим, в Молдавии хватит 2 доллара дают на закуску, в России 24 доллара. Где такое действительно? Ну, я не готов быть обычным. Друзья, я бы первый поехал и продал туда. Знаете, я бы первый там бы продал. То есть... У меня еще один вопрос. И тогда мы еще приедем. Вопросы такой. На что я инициировал нас, например. Вот, например, ты говорил, Александр. Я так понял, что его бы устроил, и ты заключили за него вот. Спортёр, да? Такой объём, который он готов поставить. Когда мы говорим об индикаторах, да? На какие индикаторы можно ориентироваться? Вот, допустим, я понимаю, в нефтяной бирже, в бизнес, там есть какая-то французская биржа. Условно говоря, да? Берут эту цену, определяют свои, скажем, там, маржур, свои затраты, и получается цена-контраст. Условно говоря. Так вот, опять же, вопрос Молдавии-Россия. Но я так понимаю, что я просто в этом бизнесе человек вообще новый, я не специальный бизнес. Ну, поскольку люди меня выбрали золотой организацией, ну, мне это интересно. Такой вопрос у меня такой, дилетант, да? Какие индикаторы? То есть, на что ориентироваться? Вам или, допустим, Александру? При, допустим, заключении контракта некого, который, может быть, вы же заключаете контракт тоже с теми, кто у вас, типа, вы, что вы могли бы в этом плане сказать? То есть, чтобы, опять же, не было таких разговоров. А вот в России так, в Молдавии так... Слово России 36 гривен посчитали сейчас. Нет, я не о том, я просто хочу уточнить, какие площадки, на которые ориентируетесь вы, или чтобы я мог сказать, или просто вот кто-то сказал, понимаете? Да, да. Смотрите, ну, бизнес построен на балансе, да? Вот сделка – это та точка преиспеления сделки. То есть, просчитать внешний и внутренний баланс довольно-таки тяжело. Ну, внешний еще плюс-минус, но у нас самая большая агентатор сглуба не была. То есть, это дефицит, профицит. Отсюда ты сможешь увидеть какой-то тренд, динамик. Потом дальше факторы идут по качеству, по требованиям, и так далее, и тому подобное. Тяжело. Нам погрешность очень большая. То есть, то, с чем мы можем выйти в начале года, и чем мы закончим, соответственно, погрешность будет очень большая. И сразу сказать, какая цена будет. Мы начинали с минимальной цены, потому что нам давали, вот в сезоне 2018 года, нам давали минимальную цену, с которой мы начинали. И Томас? Я прошу, в общем, тогда вопрос. Я имею в виду, какой индикатор, например. То есть, можно же обращать в контракт, что вот цена, допустим, реализации контракта будет в момент, когда человек обеспечил объем, и берем за индикатор, ну, при условии, что там нет антибиотиков, ну, так предполагаем. То есть, какой-то индикатор, можно ли предоставить индикатор, или все равно это будет... Форму, ладно. Или это будет все равно определяться в момент сделки? Я думаю, что это будет... Я думаю, что это будет... Важно сказать, это доброе, или это плохо. Может быть, не очень хорошо. Вот у нас есть там квота, да? Мы з одного какого-то показываем. Там квота, это хорошо. Ну, на мой взгляд, квота, это плохо. Чего плохо? То, что квота створяет ажиотаж. Европейский клиент под эту квоту контрактуется, мы закупимся, квота створяет ажиотаж. Мы ради цикавости анализовали помесячную динамику экспорта А Аргентины, Индии, других стран, вот такого и такого, чтобы, как я сказал, 60% до Нового Рока, 40% після Нового Рока в других странах нет. Это только у нас. Так вот, получается... А сейчас квот 2. Есть жовтневая квота, есть сечневая квота. И, получается, и три хвилии котрати. Есть первая хвилия котрати под жовтневую квоту, вторая хвилия котрати под сечневую квоту, и третья хвилия котря после Нового Рока на залишки и с оглядом на то, как работать в Аргентине. Поэтому сказать, какая цена будет в течение года тяжело. Действительно, никак не скажешь. Не, ну... Пашечник в Виннице, скажем, стало вопросом на рахунок того, почему, скажем, есть процедура звертывания, скажем, уменьшить 17% из этих 3% на монтаже. В Аргентине чуть меньше, чем меньше. Нет. Так само. Так само. И на сегодняшний день Европа признала, что квота – это больше негатива, чем позитива. И в квоту они уже не играют. Они уже в квоту, вот, допустим, если мы раньше имели контракты под квот, на сегодняшний день контракты под квоту не интересуют. Нет. По данным меньше, а квоту просто наливали. Нет. Дело в том, что диапазон цены поднятия и получения квотов, то есть цена настолько поднималась, что именно вот это будет и процент получения. Сергей Андреевич. Я просто хотел бы, как бы, свою думку висловить. Терентьев Сергеев, співка пасечників Киевщины. Я хочу сказать, что делами я занимаюсь дитинство уже 41 лет, и довелось прожить разные периоды. И, возможно, как раз в том, что было раньше, то, что большинство пасечников, которые сейчас пасечников, они родились в Радянском Союзе. Был тот период, когда пасека 25 джоусимей человек могла не работать. Потому что тогда бидон меда стоял 300 грн. 300 рублей. Зарплата была инженера 120. То есть достаточно непоган такой заработок, и большинство пасечников, возможно, это осталось в голове, что он должен зарабатывать много больше за остальных людей. Так же был другой период, это 90-е годы, когда я был миллионером. И много у нас было миллионерами. Когда я переглядывал записи, эта литровая баночка меда стояла 45 тысяч фунтов. И это тоже сказалось на том, что где-то эта перемена целей вызывает панику. То есть с одной стороны хочется больше сделать, а с другой стороны какая-то подсвестимость есть паника. возможно и это так как бы наклалося. Теперь касается ситуации, которая склалася. Сегодня ходят разные слухи, я не хочу с одной одной человеку, которая есть основной, членом, и всем. чтобы спортеры большее подсвестить. эти проблемы были прогнозированы. потому, что это действительно бизнес, и тут есть свои проблемы, которые надо решить. и если их не решить, будет еще лучше всем. На сегодняшний день, когда я с деким разговариваю, а что мне до того, чего вы только цены на мед обговорите, а от пакетов, матки, если не будет цены на мед, не будет ни пакетов, ни инвентаря, ничего не будет. Это наша общая проблема. Проблема всех, кто в этих галузях и нам действительно нужно над этим работать. Виктор який? Конечно, действительно некоторые экспортеры, это прогнозировано, некоторые пасечники, это тоже прогнозировано, кто не хочет так работать, увеличивать рентабельность своей продукции за счет оптимизации потрат, что я скажу, некоторые пасечники привыкли, что он с пасечкой 25 семей, он уже обеспечивает себя, как было раньше. Хотелось бы от вас, от экспортеров, у нас на доллар установлено какой-то певный коридор, и, слава богу, он на сегодняшний день все-таки сбывается. Есть певный коридор, мы можем рассчитывать, какая у нас важность валюты нашей. Хотелось бы какой-то коридор, чтобы он все-таки был, чтобы пасечники рассчитали, например, он может от 1,2 до 1,4 в этом коридоре работать. и, понимаете, чего нам не хватает? Нам не хватает стабильности. Мы не можем делать какие-то рассчитывания, ни вы, как экспортеры, ни мы, ни пасечники. Может подумать, чтобы действительно этот коридор все-таки был установлен. Второе вопрос, некоторые экспортеры, я уже говорил, что давайте все-таки в зимно-осенний период подумать над цинами на метр, чтобы это были какие-то какие-то договоры. На основе этих уже договоров, вы заключали договоры. Почему мы начали встречаться? Вы заключили договоры, а вы не можете их выполнять. И в счет все втрачают. Все втрачают. вы экспортеры, и мы пасечники. Давайте больше информации, больше встречаться, и, возможно, какой-то коридор. Тогда будут пасечники знать, что в этом коридоре мы работаем, и экспортеры в этом коридоре. вы знаете, вы рисуете самую идеальную картину, которая, к сожалению, или к счастью, не будет стабильной. И я же приводил пример на рынке по-разному. ее не будет. Понимаете, причем что хочу сказать. Мы вышли, допустим, вышли. Есть определенного характера, есть установленная цена. Я посчитал, у меня убыток. Я попытался поднять цену, клиент сказал, извини, вопрос, нет. Но если бы я по кропотливии посчитал, если бы я сделал это, убрал, мы, например, с блочкой сейчас подытожили, сколько топлива сжигается, человеческих искусствов привлекается к возврату и тому подобное. с антибиотиками, экспортеры в работе с лабораториями или еще что-то. Мы имеем возможность продавать и зарабатывать, если мы это все тщательно организуем, скажем так. Коридоров, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Поэтому и получаются такие рванные темпы. Вот еще два человека, и я тебе дозволю завершу типичную половину. Да. Например, в зерновом рынке, когда 20 тонн зерна, у него 8000, а когда в Федерской господарстве 11000. 8000. А может это фазчик, если он дает фазчик, а если фазчик, то это больше цена. то что это это выражает это расплатно, а потом начинает продавать. что это невозможно и много часов. то что это то что это в начале. Это Ялово, Зущество, Зущество, Читильное. Все-таки это Зущество Ялово, это первая Зущество, и, возможно, там, мы в другом половине дня будем рассматривать вопрос о концепции развития жильництва, и вы сказали про рабочую Зущество Мин.АПК 26-го. Правильно. Я там теж буду присутній від асоціації, тому, в принципі, ми якраз в другую половину можем присвятити тим питанням, які б ми хотіли на ці рабочі зустрічі і між собою узгодити. Субтитры сделал DimaTorzok